Привет, все мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. Наконец-то свершилось, разработчики выкатили финальные главы сюжетной кампании Black Mesa. Нам стал доступен мир Xen. Единственное, что они хотят выпустить всё по красоте, боятся беспокоиться за свою репутацию. Тем более, такой франчайз приключения Гордона Фримена, всеми любимая игра. Я, блин, уже третий год подряд жду, что они выкатят обновления. И, пожалуйста, они выкатили, но пока в публичной бета-версии. Давайте расскажу, как загрузить это обновление и как разблокировать главы, если вдруг до этого вы играли в Black Mesa через ModDB. То есть, ModDB это специальный сайт, где выкладываются модификации. Я веду к тому, что если вы не покупали игру в Steam, а качали её как отдельную модификацию. Итак, давайте приступим. Хочу сразу сказать, играйте смело, ничего не бойтесь, потому что это публичная бета. Я играю на ноутбуке, наиграл 47 минут, вообще никаких проблем. То есть, всё работает идеально. Для начала, правой клавишей мыши жмёте на игру. Мы видим, у меня сейчас статусе на паблик бета. До этого была просто Black Mesa. Жмём правой клавишей мыши, свойства бета-версии. И нам необходимо выбрать, что мы сейчас проходим ветку паблик бета. То есть, это ветка специально, где у нас разблокирован этот мир Xen. Выбираете её, после чего закрываете. И у вас докачается поверх игры ещё дополнительно 9 гигабайт. При том, что я так понимаю, что они используют какой-то другой канал. Потому что вот эти 9 гигабайт, они качались, ну, очень долго. Минут 40. То есть, сама игра скачалась-то минут за 10. А вот с паблик бета-сервера дополнение с Xen качалось 40 минут. Очень странно. То есть, в два раза меньше. Теперь мы с вами запускаем игру. И я покажу, что необходимо сделать, чтобы сразу разблокировать уровни мира Xen. Потому что, когда вы качаете публичную бету, у вас прогресс как бы обнуляется. Не беспокойтесь, достижения Steam не пропадают. Обнуляется чисто прогресс. И нужно заново, ну, типа нужно заново проходить сюжетную кампанию, чтобы добраться до новых уровней. Я покажу, как этого избежать. Игра благополучно запустилась. Давайте покажу вам новая игра. И у меня разблокированы все главы. По сути, нам добавили... Сейчас скажу, какие главы. 15-я, 16-я, 17-я, 18-я. И 19-я это уже как бы путь в вагонетке с Джимоном. Ну, согласитесь, как бы много. Они, на самом деле, сильно расширили оригинальный мир Xen. То есть, я играю, уровни вообще ничего общего с тем, что было в оригинальном Half-Life'е не имеют. Это прям честь им и хвала. Итак, нам нужно пройти в настройки, клавиатура, раздел «Дополнительно» и включить консоль. То есть, чтобы по нажатии клавиши «Тильда», у нас открывалась консоль. И у меня это уже включено. Сейчас покажу, что делать с консолью. Жмем на клавишу «Ё» или клавишу «Тильда», но, скорее всего, у вас на клавиатуре это будет буковка «Ё». И нам необходимо здесь, в командной строке, в консоли вбить следующее. Жмем «Вставить». То есть, можете скопировать под описанием, под этим видеороликом, потому что, как бы, движок Half-Life, он поддерживает изъятие данных из буфера обмена. И «СВ», нижнее подчеркивание, «Unlock Chapters 15». То есть, разблокировать до 15-й главы все вот эти вот сюжетные уровни. Если вдруг хотите, ну, сразу полностью все разблокировать, потому что я более чем уверен, что вы, вот, сегодня, как смотрите этот ролик, сразу полностью всю игру пройдете, можете набрать «СВ Chapters 19». Сразу все разблокируем, жмем «Интер». Здесь никакого подтверждения не будет, то есть, что что-то было применено. Нету такого. И у вас сразу будут все главы. Так вот, «Приключения в мире Ксен» начинаются с главы 15 титры. Вот. И, ну, я под очень сильным впечатлением, чуваки. Я вам очень рекомендую прям настоятельно все бросать и прям сейчас же проходить эту игру. Ну, а с вами был Владимир. Увидимся. Увидимся, как только я его пройду. Я думаю, через пару часов я смогу описать в Твиттере свои впечатления. Но игра достойная, я более чем уверен. Всем пока, до скорых встреч, увидимся.